почему я вот это показал в другом месте совсем оказался это садик которая вытащил мертвый ладно итак тенденция сюда заглянули внимание проходит несколько лет кто из вас прислал мне приятного аппетита и мне еще знаете что поразило те самые которые ненавижу которые в это захотели яблоки нарисовали они сейчас загущает 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 зачем они выбрали они же сами ничего не понимают в этом деле если понимали вы смотрите внимательно вот это место гнилое я показываю саженец видите специально вылечил посмотрите это место уже как бы сделать еще крупнее хотя бы так самый левый это это уже сгнило все вот это корни вот сейчас это еще не все тенденция то дальше пойдет вот самый страшный захват идет всей страны данные поступают со всей страны это уже было несколько лет назад я вам показывал может быть три года назад где на вебинаре вот вспоминаем да вот эта подлая обрезка которая приводит к страшному загущению то есть если там осветает а здесь видел этот самый вот ой еще подробно все расписано как будто бы это придает им авторитет а на самом деле смертельная обрезка вот и все корни вот вот те самые помните палку воткнули вот это все а как они дальше расти вот они и если вот тут вот я вижу учебу когда мне кто же из вас прислал то тут кто-то из вас только если вот здесь оставить пару почек прививка очень высоко паршиво пару почек каким-то чудом бы она могла и расти ну как некоторые говорят сидит пять лет и с места не трогается вот это промежуточный вариант это не все а вот это вот вспоминаем магазина шан я вам показывал дважды разные магазины вспомните там феврале уже все цвело на саженцах цветы на саженцах листья а до посадки то еще это умрет точно это был магазин ашан они по всей россии у них это магазины как шерпатреп у них десятки тысяч наименований всего начинает гвоздей и кончая чуть ли не космическими кораблями вот все продают естественно кто-то им поставляет вот эти коробочки до слива русская луча кубанская посмотрели внимание это последний это мне прислал антон валерья сафронов а я подозреваю что его фотографии дал другой наш общий друг тоже с кузбасса внимание ну казалось бы ну что саженец как саженец сало как сало ага сейчас смотрите это после коробки это самое удивительное что на нем цветочки не цветочки а эти просто есть а теперь мы ищем корни вот они внимание я ничего не выдумал это не то что это обрез вот он весь корень все его вот все раз и вот это два вот это вот и продают видите как я говорю того кто изначально это все нам преподнес потому что это большая польза для нас всех вот этот момент еще раз я прошу куда все надо чтобы нам не рекламировать вот эти то что аж и магазина шан продает вот так магазины по всей россии это ужас это как спрут какой-то вот купят саженцы миллион миллион мертвых и руки окончательно опустятся из-за этого вырастить дерево дайте мне и я не смогу вырастить дерево это издевательство а еще сколько я вам показывал промежуточных и наконец нет не наконец я не стал бы никого позволить ну скажите пожалуйста как сюда моя фотография опять попала а эту фирма меня убила то что цена 1700 рублей и они по такой цене продают опять фальшивки если это моя фотография проверять будете уже несколько питомников я показывал на нескольких сайтах это снимая но это с интернета с интернета с интернета с интернета с интернета с интернет а потом подлась в том что они пытаются выглядеть очень круто они как всегда дают советы вот это подлый случай бы ничего не писали умный совет сухое место возвышенность до абрикоза сажать на расстоянии 5 метров друг от друга какая разница хоть метр хоть 10 метров все равно все сдохнет в ямку надо насыпать дренаж положить известь мочевину или перевы всегда когда делаем дренаж это получается это как сказать выкопанная яма какая-то она имеет размер и обычно пол на пол на пол это по минимуму метр на метр на метр по максимуму этих пределах дренаж насыпать здесь не сказано что но мы-то знаем дренаж обычно используется крупный песок галька вот эти самые даже не буду говорить знаете почему чтобы не приучать плохого известь мочевина перегной нельзя нельзя вы не знаете какой ph так а перегной не при контакте с корнями сгнивает сам сам и дерево я проверял а зачем они это написать доплевать им на то им надо чтобы выглядел очень даже авторитетно вот насыпать до дренаж до поливать два раза месяц а почему два они три они один а если дикая засуха я бы попалил бы неглубоко но может быть через день бы поливал я посаживший речь идет осаживаться короче все это такая как его сказать вот за что люди платят и никогда потеряв 1000 рублей них ничего не будет я кундача дорогой вот почему вот имея такой возможности почему я уже много-много лет двадцать лет твоих это все должно быть на центральных каналах это должна сейчас страна это должны проходить старших классах школы на уроках биологии все что я говорю вплоть до обмана и это тоже надо будет обмана чистого обмана